Слава Иисусу Христу! Слава Господу, Богу Спасителю нашему! Всех приветствую, благоставляю именем Господнем. Рад вас приветствовать. И для меня честь сегодня быть с вами этим вечером и благоставлять имя Господне, благоставлять город Победы, Никополь. Слава Богу! И пусть Бог благоставит и Никополь, и район, и весь этот регион. Во имя Иисуса Христа. В Кривом Роге я провожу семинары, служения эти дни. До воскресенья я буду в Кривом Роге, а потом еду к себе в церковь, в Киев еду. И расскажу о поездке. И будем молиться. Нашим священникам я уже сообщал. Я сообщаю каждым нашим служителям, нашим служителям о поездках своих, в новостях там отмечали их всех. И прошу молиться за города эти, которые я посещаю, села, поселки очень разные. По всей Украине, по России, по Белоруссии, в разных вот этих странах бывшего союза проповедую. И наша киевская архиепископия, ну вот, от наших всех братьев, сестер, вам большой привет всем. Молимся о том, чтобы и здесь, знаете ли, такие реформаторские православные церкви поднимались, потому что сегодня, на самом деле, время большой жатвы, мировой, огромнейшей жатвы. Нивы побелели. Это как, я не помню, пастыри, проповедники, очень многие уже там, я слышал это впервые, по-моему, от Игоря Касавановича, подумал еще от кого-то, от Дмитрия Масона, по-моему, от кого-то еще из киевских слышал пастырей, что даже само появление флага Украины на политической карте мира, это тоже как некое знамение, что нивы побелели, что жатва уже готова, что уже все, знаете ли, пришло время для великой жатвы. И пусть Господь благословит нас всех в этот день. Отец, я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа за это наше собрание, благодарю Тебя за ту честь, что Ты дал мне сегодня возможность здесь делиться словом, свидетельством с моими братьями и сестрами. Боже наш, Ты живешь, в народе Твоем, Ты живешь, в нас верующих, и Ты среди нас. Боже, благослови народ своим миром, благослови Никополь, благослови Господь Боже весь этот регион, благослови Господь Украину, Боже, и всю нашу истрадавшуюся планету. Боже, потому что вся тварь стенает и мучается, все творение сегодня Господь Боже мучается, и землю лихорадит, Боже, и экономически, и экологически, и политически, и всячески. Господи, потому что, Боже, Ты грядешь. Грядешь, Господь. И мы благодарим Тебя, великого нашего Бога Искупителя. Гряди, Господи Иисусе. И пусть, Господь, в это великое время, великой жатвы, множество душ, Господь, обратится к Тебе. Миллионы и миллионы людей и здесь, в Украине, и по всему лицу земли. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. И, дорогие друзья, было обозначено в регламе истории христианства. Это моя любимая тема. И слова Иисуса хочу вспомнить сегодня для всех нас. У Матфея записано 16-18. Вот, если можно, тоже выведитесь на экран. 16-18. Слова Иисуса, где впервые слово церковь, Экклезия, вспоминается. Церковь. Я создам, вторая часть стиха звучит так, Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. Я говорю тебе, ты, Петр, дай на семь камней. Ну, Петра и Петрос, это созвучно. Поэтому, как бы, на греческом там получается так, ну, как, очень интересно. На русском, на украинском, на других переводах это не так интересно звучит. В оригинале очень интересно звучит. То есть, ты, камешек, и на семь камней я создам церковь мою. Можно так перевести. Потому что, Петр, это имя переводится, ну, некоторые переводят как камешек, или же камень, который может поднять человек, по крайней мере. Который в состоянии поднять человек. Но, дальше слово идет и на семь камней. Там говорится уже не камень, который может поднять человек, а скала, утес, можно так перевести. Скала, утес. То есть, явно не на личности самого Петра строит Господь. Да, на основании апостолов, правильно, на основании пророков. Все верно. Но имея краеугольным камнем кого? Самого Иисуса Христа. Потому что, никто, 1 Коринфянам 3.11, 1 Коринфянам 3.11 написано, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Аминь. А, вот. Спасибо. Ваше здоровье. И одно основание Иисус Христос, ни Петр, ни Павел, ни кто-то еще из великих апостолов, прошлого или настоящего, нет. Все это строительные камни. Но, братья и сестры, дамы и господа, ниже еще, 16 стих, вот вы видите, потрясающее откровение. Есть Иоанна 3.16, его обычно все христиане знают. Потому что, это золотой стих Библии, помните, да? Ибо так возлюбил Бог мир, что дал сына своего недородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Этот стих, обычно так говорят даже проповедники, Билли Грэм об этом говорил, кстати, happy birthday, Билли. Ему недавно, вот позавчера, что ли, было день рождения, как раз, да, ему как раз исполнилось 97, но уже, такой, зрелый мужчина, да, и, знаете ли, проповедует, молодец, он, он, знаете ли, как с юности начал, так и идет этим путем, молодец, евангельским. И вот, Коля вспомнил, Билли тоже, значит, там и других братьев, значит, разные камни, но, разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Знаете ли, это золотой стих экклезиологии, вот Билли Грэм, и другие проповедники говорят обычно, и говорили, что, вот если 3.16, и она поймешь, то поймешь всю Библию, Ветхий, Новый Завет, и все поймешь. Но вот, если 1 Коринфянам 3.16, поймешь, то поймешь, что такое церковь вообще. Это золотой стих экклезиологии, то есть, учение о церкви, библейского учения о церкви. Если ко всей Библии ключ, это Иоанна 3.16, то ключ к пониманию церкви, это 1 Коринфянам 3.16, это золотой стих экклезиологии. И потому как храм Божий удивительно. Слушайте, вот это Коринфянам послание Павел писал. Когда он писал? Храм вот тот в Иерусалиме, он еще стоял или уже был разрушен? Кто как думает? А помните храм в Иерусалиме? Он же, это Божий храм, потому что все было понятно, один Бог, один храм. Нельзя было, ну как бы, знаете ли, сделать такой раскол, как бы, да, отколоться, допустим, тем же самым фарисеям, допустим, да, и создать другой храм где-нибудь. Ну были такие сектанты, значит, самаряне на горе Герезима, у них было свое, капище, свой храм, как бы, альтернативное место поклонения. Но для любого нормального иудея это было сектантство и это была ересь. И даже настолько серьезная ересь, хотя они очень похожи на иудеев, и очень много еврейского было у них, очень много у них было библейского, но в глазах любого иудея самарянская ересь была супер ересь. И они их чурались, они их сторонились. Знаете ли, в то время нельзя было представить себя, чтобы на другом месте можно было поклоняться Богу. Помните самарянку, ту женщину, которая сказала, вот наши отцы говорят вот на горе, а вы, иудеи там, значит, в Иерусалиме. Но Иисус сказал ей, женщина, послушай, придет время, да, спасение от иудеев, но придет время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу, а в духе и в истине, на всяком месте. И отец себе ищет таких поклонников. Мне очень нравится, ищет тоже красивое слово, но украинский фрекл, он больше открывает суть греческого вот этого слова, там написано прагное, жаждет, отец жаждет увидеть такое Бога поклонение, не просто ищет, искать можно, знаете ли, и просто искать, но именно жаждет, то есть его удовлетворит, его жажду Бога поклонения. И он на всяком месте ищет вот это Бога поклонение. И слава Богу, я скажу сразу, что Павел писал это послание тогда, когда храм еще стоял на месте. Он еще не был разрушен. Хотя Иисус уже сказал очень плохое слово о храме, да, Он сказал уже страшное пророчество о храме, помните, да? Иисус сказал, что ученикам, которые смотрели на этот храм и показывали Иисусу эти все украшения, храм был, говорят, очень на самом деле великолепен, ирод великий, хотя и, знаете ли, тиран, и душегуб, и, как бы, знаете ли, вот так, мягко говоря, очень нехороший человек. Значит, но в историю вошел, как именно, вот такой, строитель, знаете ли, как вот именно, ну, обычно тираны любят, знаете ли, себе имя делать, какими-то, такими, огромными постройками, какими-то, какими-то храмами, сооружениями, ну, как бы себе имя делать. А, допустим, вот в Стамбуле, если кто бывал, значит, обычно всех возят туда. Бывший храм Святой Софии, Константинопольский, значит, там мечеть потом организовали, там и музей, и все, значит, и туда обычно всех, всех возят туда, на экскурсии, показывают все, там туристов все время, каждый полно. И вот, значит, и этот храм, конечно, там даже сейчас, вот, заходишь, дух захватывает. Вот это сооружение. А в свое время, это, какой там, шестой век, шестой век нашей эры, через пять столетий после Иисуса, этот храм был самым большим сооружением в мире вообще. Это было, ну, если бы тогда книга рекордов Гиннеса велась бы, то он бы сразу попал бы в эту книгу, потому что в то время, в те времена не было такого большого сооружения, огромного. И когда от князя Владимира с Киева делегаты прибыли туда, в Константинополь, тогдашний, Новый Рим, они ахнули, они орды поразевали. И когда уже в Киеве князю рассказывают о своем путешествии, они говорят, князь, мы не знаем, где мы были, на небесах или на земле. Вот настолько, ну, кузаховцы просто вообще, настолько это их впечатлила эта поездка, этот храм, конечно, но храм Ирода, кстати, тот самый этот Юстиньян император в шестом веке, что построил храм Святой Софии, говорят, что когда храм освящали в Константинополе, то прилюдно этот царь, император Базилевс, он воскликнул, «О, Соломон, я превзошел тебя!» Но явно не умом и сообразительностью, знаете ли, помер упустив всю свою империю, но построив, знаете ли, чудо света такое, этот храм, он, видимо, Библию не до конца читал-то и невнимательно читал, знаете ли, так голопом по Европам, потому что у Соломона-то даже рабы кушали, знаете ли, серебрато, так, значит, и вообще, как бы, все было, то есть он поднимал благосостояние всего народа, не только, знаете ли, последние семь шкур сдираясь со своих подданных, а, знаете ли, при нем и всем жилось хорошо и построил такое чудо света, а Юстиниан вот отгрохал такое сооружение, ну да, ну ладно, так вот, и Ирод Великий, он такой был тоже тиран и, значит, еще негодный человек очень даже во всех отношениях, но, вот знаете ли, украсил храм Божий так, что говорят, что там, ну, люди приезжали и охали-ахали на самом деле, там тонны, тонны золота, серебра, меди, там ювелиры старались вообще, там ворота эти отгрохали, там невероятные, в этих, читаешь, когда эти энциклопедии библейские, ну, читаешь, вроде нормально, потом, когда остановишься, вспоминаешь, ну, как бы, анализируешь, думаю, вот это да, зачем такие ворота отгрохать, высота ворот была 20 метров, это для циклопов, это, я не знаю, там, перед вратами такими встанешь и, ах, видишь просто, 20 метровые ворота, на них тонны золота, серебра, это вообще, чтобы их приоткрыть, там нужны были, там, ну, дюжина этих воинов, охранников, то есть, это, ну, понятно, ворота, они имели ввиду, не только, знаете ли, ну, как бы, функционально, просто закрываться в храм, а еще, чтобы поразить всех паломников, чтобы внешне удивить, знаете ли, чтобы так вот, люди пришли, ахнули, и на всю жизнь, если раз в жизни побывали там, то на всю жизнь помнили, и внукам рассказывали, что вот, там такие ворота, там такой храм, что ой-ой-ой, там себя букашкой, муравьем, почувствуешь вообще, вот, 20 метровый ворота, надо же, вот, и храм огромный отгрохали, огромный, он и так был большой, но его украсили великолепно, и, конечно, ученики, ну, знаете, гнус провинции с Галилеей, там, значит, там, для деревенщины увидеть такое, это вообще, знаете ли, это вообще было, знаете ли, как бы чудом, значит, и, знаете ли, вот такие, казалось бы, галилеяне, лапотники пришли, но, но интересно, что когда Иисусу показывали, это все, Иисус, он не впечатлился всем этим, он не разил урод, знаете ли, и самое интересное, он сказал такие слова, что, видите, все это, и говорит, камня на камне не останется, все будет разрушено, он плакал перед тем, как к Иерусалиму подошел, тот раз, и, это было, конечно, оплакивание уже, оплакивание Иерусалима, по сути, и он воскликнул, там, перед городом, о, если бы ты знал тот день, посещение твоего, сколько раз, я говорю, как птица птенцов, хотел собрать вас под свои крылья, но выгод не захотели, и тот последний раз не захотели, это страшная очень история, и Иисус сказал, что это будет так, что камня на камне не останется, Друзья, мы сейчас живем в эпоху третьего храма, третий храм, это не тот, который будет возрождаться, сейчас есть проекты, институт храма, воссоздание, вот, того сооружения, Соломонова, и некоторые называют, многие называют это третьим храмом, новым храмом, который будет возрожден в Иерусалиме, нет, на самом деле, третий храм, он уже есть, и он, мы живем в эту эпоху, третьего храма, но этот храм, его, казалось бы, нельзя пощупать, нащупать, посмотреть, сфоткать его, это храм, вот я снимал вас, это тоже храм, храм Божий, живой человек, и, как на Руси говорили, Нил Сорский, там, Васян Патрикеев, там, Заволжские старцы говорили, а храм не из бревен, а храм из ребер, или храм Божий, обшит кожей, знаете ли, это живой человек, живой человек, это храм Божий, и сегодня, это так, и вот апостол, еще раз, вот 3.16 поставьте, апостол писал, представьте, Каримфинам, большинство ведь из них были, вообще не евреями даже, причем, он писал, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас, друзья, храм Божий, тот каменный, еще существовал, но это были последние годы его существования, последние годы, все, лебединые песни, того храма, потому как, Иисус, уже произнес страшное прочество, и уже, знаете, знаете ли, как вот, показывают там в фильмах, допустим, какую-то бомбу, поставили, да, и таймер, и включили, обратно отчет идет уже, чук, чук, и уже неумолимо, все, и вот, хотя я убежден, что если бы было покаяние такое всенародное, то Бог мог бы эти проводки просто перерезать бы, и ангелы бы, скажем, все, ну, все, убираем это из истории, но, механизм уже был запущен, саморазрушение, и он сработал, в 70-м году нашей эры, в 30-м году Иисус сказал это, в 70-м это состоялось, 40 лет, целых 40 лет Иисус ждал покаяния своих еврейских детей, ждал покаяния Израиля, Бог ждал 40 лет подряд, с 30-го года, потому как начало истории нашей с вами, начало истории христианства, начало истории третьего храма, духовного храма, главой которой, куполом которого является сам Иисус Христос, и фундаментом которого является сам Иисус Христос, и где все камни этого сооружения, это сам Иисус Христос, и где все это вкупе называется телом Иисуса Христа, то есть это Мессия, сейчас, Христос сейчас, столб и утверждение истины, и удивительно, в 30-м году это произошло, начало, Иисус сказал, и создал церковь, родил церковь, буквально он родил, и он сказал, что, когда женщина рождает, она терпит скорбь, там, буквально, с греческого, там, предсмертной агония, но когда родит, не помнит этой скорби от радости, потому что родился человек в этот мир, знаете ли, и Иисус, на Голгофском кресте, он родил всех нас, на Голгофском кресте, обливаясь кровью, это, Голгофа превратилась в такой вселенский родзал, где, духовное рождение приняли все мы, и, даже спустя два тысячелетия, принимая Иисуса Христа, даже есть факты покаяния на околоземной орбите, некоторые космонавты, возвращаясь оттуда, рассказывали, наши-то особенно об этом не говорили, в то время советское, вообще нельзя было об этом говорить, даже в кругу семьи боялись об этом роду открыть, но многие молились, многие молились, и есть свидетельство космонавтов, астронавтов, которые возвращались оттуда, и говорили, что принимали Христа на околоземной орбите, молились, Луи Армстон, другие рассказывали о молитве на околоземной орбите, то есть, где бы ни принимали, хоть там в шахтах глубинных, глубоких этих шахтах, хоть там в космосе, где бы мы ни принимали Иисуса Христа своим спасителем, знаете ли, как в Чили, помните, там была информация такая, в Чили шахтеров засыпало, а там одна из самых глубоких шахт вообще в мире, значит, выкопали там невероятную такую глубину, и завалило шахтеров там, там, я не помню, но большое количество шахтеров, они там, сверх есть, даже неверующие, атеисты, через трубу вытягивали, да, даже неверующие, атеисты, ахнули, что-то невозможно, выжили, все эти, но самое интересное, один из шахтеров, он был проповедником, и над ним посмеивались порой, его коллеги, знаете ли, но там, находясь, и когда уже поняли, что шансов ноль, уже, по сути, им было всем спастись, ноль, все молились, все молились, все принимали Христа, когда всех вытянули оттуда, с этих шахт, ни одного из них не осталось атеистом, все были верующими, все принимали Христа, вы знаете ли, як тревога, так да Бога, оно хоть в шахте, хоть на полоземной орбите, знаете ли, это как в том анекдоте, когда шаттл терпит какую-то там проблему, и он сообщает на землю, значит, куда там сообщает шаттл, от саду управления полета, какой там в Америке у них центр, НАСА, ну короче сообщает туда, у нас проблемы, ну там, сделайте то, вот это сделали, не помогает, еще что, тогда повторяйте за нами, отче наш, последняя инструкция, да, и знаете, вот как Евтушенко, писатель, так поэт, известный, писал, одно из его ранних стихотворений, звучало так, в окопах атеистов нет, в окопах, атеистов нет, и знаете, друзья, но, самое страшное, что вот, если в древности опять, то нырнуть, что произошло, это ожесточение в народе, 40 лет подряд, Бог ждал покаяния своих детей, Израиля, первенца своего, первенца старшего своего, ждал покаяния, но, получилось, как в той притче, очень пример такой, жесткий, конечно, когда младший стал возвращаться, старший даже не захотел, даже в доме быть отца вообще, знаете ли, настолько все, печально, до сих пор многим иудеям, как бы коробит сердце, что Бог язычников принимает за просто так, очень на халяву, вообще просто принимает все, вот до сих пор, не понять умом, знаете ли, не понять, аршином, в общем, не измерить, здесь благодать, это, на самом деле, это просто благодать, просто благодать, да, господа, и вот, и, но, когда Господь на кресте умирал, Он что сказал? Совершилось, аминь, и написано в Новом Завете, у нас что написано, что завеса в храме разорвалась, это было первое знамение в храме Божьем, что завеса разорвалась сверху донизу, завеса, там описание сейчас не помню тоже, в энциклопедиях, посмотрите там, там толстенная была завеса, огромная, ну, под стать этим 20 метровым воротом, значит, была завеса огромная, ее порвать, было невозможно вообще, там, значит, там, когда ученые, значит, описывали, современные уже ученые, да, исследователи, в этом, в Техасе, там, институт библейский, они делали расчеты, какую нужно иметь силу, для того, чтобы подобную завесу разорвать, в компьютер обогнали, получилось, что в те времена было невозможно вообще, только современные уже технологии, возможно, разрыв подобной завесы, именно порвать подобную завесу, в те времена было невозможно вообще, такое сделать, то есть, сам Бог сделал, хотя, батюшки еврейские, самые получились, вот, страшные грешники в Израиле, вообще, вот, самые первые грешники, наверное, это мы пастыли, священники, батюшки, потому что, как батюшки согрешат, никому в голову не придет согрешить, не, представьте, завеса разорвалась, казалось бы, там уже дураку ясно, что все, пришло другое время, но они списали все, понимаете ли, на случай, хотя даже современные ученые признают, что это невозможно, тем более случайно, ну ладно, ну, и больше того, завесу-то восстановили, зашили там ее, заштопали там, золотали там, заделали, и еще 40 лет продолжали делать, бит батюшке, что ничего не произошло в храме, что все спокойно, в Багдаде вот все спокойно, вот, но не все было уже спокойно, на небесах уже все приговор был, слышал уже, уже совершилось, уже на небесах, совершилось искупление рода человеческого, совершилось, время храмового благочестия закончилось, все, Вот время того храма, ну был первый храм, второй храм, да, слава Богу, но есть новый храм, и слава этого храма, она превзошла и превосходит все, что знало человечество в историю первых двух храмов и в историю Скини и Мешкана, потому что Бог всемогущий, Он сегодня живет в нас верующих, это тайна Божья. И, дамы и господа, братья и сестры, Бог давал знаки, знамения, 40 лет подряд Бог давал знамения там в Иерусалиме, в храме, какие знамения? Он давал знамения, подтверждающие слова Иисуса, который сказал, все оставляются, дом ваш пуст, а дом в Иерусалиме, какой мог быть назван домом в полной мере? Только лишь дом Божий, не дом царя, не дом кого-то еще, нет, дом Бога только. Потому что Иерусалим город небесного царя. И, знаете ли, как вот тот великий американский писатель Марк Твен, когда умирал, а он всю жизнь собирал огромную библиотеку, у него была одна из лучших, говоря даже лучшей в Америке в то время, библиотека. Собрание сочинений, древних, новых авторов, многие книги, которые он доставал, они не имели цены. Сейчас вранятся библиотеки Конгресса США, выставляются не имеющие цены, бесценные издания. Он всю жизнь порой недоедал, откладывал все, перекупал, но находил редкие экземпляры книг. И плюс еще у него своих было полно книг. Он сам, знаете ли, много публиковался. И вот реальная история из реальной жизни Марка Твена, последний день его жизни. Он уже на дре, в постели своей, уже все, как бы, отходит уже, человек, вечность. Возле постели его сын сидел и прямой наследник, получается, всего этого богатства. И вот, значит, и Марк Твенетт, писатель, он, значит, сказал последние слова вот этого великого писателя. «Сын мой, почитай мне книгу». То, значит, папа, ну какую именно у тебя огромнейшая библиотека? Одну из твоих или из тобой приобретенных? Он говорит, «Сын мой, поверь, лишь одна книга на этой земле имеет право наименоваться книгой. Это Библия». И сын читал Библию, и при словах этой великой книги, великий писатель ушел к великому долгу. Блаженная смерть, знаете ли. И действительно, так же самое и в Иерусалиме. Лишь один дом имел право именоваться домом. Это дом Бога. Потому что в Иерусалиме, даже если другие дома могли быть и большими, по размерам, все, нет. Только лишь дом Бога. Это дом настоящий, с большой буквы. И дом остается пустым. Это очень страшные слова. Когда Иисус сказал, что остается пустым, это очень страшно. Когда Бог покидает свой храм. Это очень страшно. Но с другой стороны и прекрасно. Это как вот так же самое гусеница, да? Ей надо стать бабочкой. Это другой этап. Это как, допустим, внутри утробы жил человек, да? Но он не может жить там до 40 лет. Потом родиться, значит, уже завелый мужчина. Нет. Нужно все вовремя, как бы, да? Ему нужно родиться. Это как про тех в утробе малышей рассказывают, двойняшек там. Они там разговаривают между собой, там как-то, ну, ешкаются как-то все-таки. Ультразвуком или как-то, не знаю, чем там они. Вот, значит, и он, значит, говорит, что один другому говорит, а есть ли жизнь после родов? Тот говорит, да не знаю, оттуда никто еще не возвращался. Вот. И, в общем-то, какие знаки Бог давал вообще тогда в Иерусалиме, в храме? Ну, кроме вот этого самого первого, самого основного. Самого основного. Даже этого одного уже достаточно было бы, по сути. Но Бог дал еще дополнительно много других знамений, о которых в Библии не говорится, но говорится в книгах исторических. Допустим, в Талмуде. Талмуд, собрание, можно сказать, разных сочинений, разных исторических сведений, религиозных, духовных. И Талмуд заподозрить, как бы, в симпатиях христианства очень сложно вообще. Очень сложно. Потому что написана была книга людьми, которые не приняли Иисуса как Христа. Но писали добросовестно многие исторические сведения. Особенно о храме рассказывали они. И вот, и особенно в разделе Йома, глава Йома, или Йом Ха-Кипурим, рассказывающие о дне искупления. И в этой книге рассказывается о жертвоприношениях Великого дня. Как в Библии говорится, тот день, когда первосвященник, великий священник, ну как патриарх, можно так выразиться, да, входил во святое святых Иерусалимского храма. Кадош, Кадошем, Иерусалимского храма. Раз в году это было, осенью заходил туда этот главный батюшка. И он заходил с кровью ритуально обескровленного козленка. Помните, да, и этой кровью окроплялось все там. И священники наблюдали, и народ ждал, примет ли Бог жертву. Не было стопроцентной уверенности. Всегда был риск, что Бог не примет жертву. Поэтому было покаяние, обязательно должно было быть покаяние, исправление. Люди ожидали, примет ли Бог жертву. И одним из знамений, были разные знаки. Один из исторических примеров таких, в Талмуде описанных. Священники брали за основу местописания из Исаии, пророка. Который говорил, что если грехи ваши будут как багряные. Я как волну убью. В буквальном еврейском переводе говорится, если грехи ваши будут как пропитанные кровью тряпка. Я сделаю белоснежный. И священники делали буквально. Они вот этой кровью, ритуально обескровленного козленочка, пропитывали белоснежные материи, лоскуты, нити. И привешивали их в храме. И наблюдали в течение дня, наблюдали за этими лоскутами, за этими нитями. И если в течение этого дня совершалось чудо, и они из пропитанных кровью становились белоснежными, на глазах у священства, то тогда священники объявляли народу, что Бог принял жертву народа своего сегодня, в этом году. Но иногда лоскуты оставались кровавыми. Тогда священники были вынуждены констатировать факты и говорили, Бог не принял жертву народа своего. И в Талмуде в разделе Йома говорится, что 40 лет при некоем Шимоне Цадике, Симон, праведник, 40 лет подряд было чудо, и лоскуты из белоснежных пропитанных становились снова белоснежными. Чудо на глазах у священства. Затем 40 лет, написано, было неопределенности. Временами да, временами нет. Но дальше написано очень страшно, что но, говорит Талмуд, последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, жертвы на Йома-Кипур никогда не принимались. Всегда лоскуты оставались кровавыми. То есть, начиная с 30-го года нашей эры до 70-го года, лоскуты оставались кровавыми. 30-й год нашей эры, это как раз время распятия нашего спасителя Иисуса. Потому что его официальное рождение, хотя оно в нулевом году, как бы, да, но и сейчас 2016 тоже наступает уже, да, по этому исчислению. От Рождества Христова. Но сегодня уже, думаю, из вас тоже большинство это знает, так или иначе, и это не будет для вас шоком культурным, понять, что Иисус родился немного раньше, чем это принято считать, на 3,5 года. Поэтому его служение началось, поэтому, чуть пораньше, чем мы это обычно считаем, как бы, в церквях. И закончилось оно в 30-м году нашей эры. Распятие, распятие Агнца Божьего было в 30-м году нашей эры. И Талмуд это косвенно подтверждает, как раз именно, вот этим моментом. Очень важным моментом для нас. То есть, до последнего дня, до 70-го года, но в 70-м году уже не было, во время, не было празднества Йом-Кипур, потому что храм уже был разрушен к тому дню, но до самого 70-го года жертвы в храме не принималось. И еще были страшные, очень дурные знаки были, очень плохие знаки были в храме. Их было множество. Помните, я говорил про ворота 20-метровые, циклопские огромные ворота? Даже при открытии их было большой проблемой. Но в Талмуде говорится об очень страшном знаке. На протяжении вот этих 40, опять-таки роковое число, опять 40 лет, на протяжении 40 лет последних, эти огромные шеи ворота сами собой распахивались во время служения. Это было знаком свыше. И это было 40 лет подряд. Огромные ворота эти, тоннами золота, серебром, и все это распахивалось. Но, знаете ли, вот это не понять. Знаете ли, это страшно очень. Потому что Бог показывал, что все, добро пожаловать в Царство Божье. Для всех открывается дорога. Путь. Иисус говорил, что Он есть дверь эта. И Он показывал, что Он открыт. И еще, дамы и господа, были, я не буду всех перечислять, есть лекции мессианских раввинов об этом, Бориса Хрисенко, можете послушать. Кого-то еще есть, они более детально это все рассказывают. Я лишь, как бы, общие, такие самые основные, что меня впечатляет самого, рассказываю вот эти моменты. И еще, на протяжении 40 лет, что еще происходило? Тоже одно из самых таких страшных знамений. Минора, храмовая минора. Ну, знаете, семисвешник. Во время служения, каждый год, минора гасла. Описание есть, что было сверхъестественное погасание миноры. Это очень дурной знак был. Потому что горящая минора, она означала присутствие всемогущего Бога в храме. Горящая минора, она символизировала Машеха, Мессию. Мы это знаем и даже из Нового Завета. Потому что я вам пишу, помните что? Что он есть свет, просвещающий всякого человека, пригодящего в этот мир. На Хануку, вот будет скоро Ханука. Или, как называют часто в Украине, еврейское Рождество. Вот в этом году она чуть раньше, даже в первой половине декабря. С седьмого в этом году по 14 декабря до шестого уже начинаем зажигать вечером, по-моему, мы ханукальный свет. И потом восемь дней вот этого чуда. До 14 числа включительно, по-моему, да, зажигаются эти ханукальные огни. В Новом Завете Ханука лишь один раз упоминается. В Новом Завете это в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 22 стих, да. Или оставьте это, наверное. Кто интересуется, черканите себе, запишите, поверьте себе. Иоанна, 22, 10-22. Иоанна, 10-22. В 10 главе Иоанна рассказывается, как Иисус посетил на Хануку, посетил храм Божий. И говорится, что была зима, и Иисус был праздник обновления, и Иисус был в притворе Соломонова. И там он на Хануку, или же праздник обновления в русском переводе еще, но можно перевести как праздник обновления храма, имеется в виду. Про Хануку, кто знает про Хануку, истории Хануки? Нет? Никто не знает вообще? Потому что нужен ликбез. Товарищи, давайте организуем ликбез. Ликдухбез. Ликвидация духовной безграменности. Нет, потому что это очень нужно. Так, по порядку. Ну, праздник обновления храма. Обновление храма. На Хануку. А кто вообще был, может, в синагоге, или где-то видел на Хануку, или в гостях был в еврейской семье где-то? Нет? На Хануку. Побывайте, не пожалеете. Это очень такой красивый праздник. Праздник огня, света, значит, светильники зажигаются, где гостиницы всякие там. Эти пончики, обычно их называют у нас берлинские пончики. Вот, жареные масли. Ну, это чисто еврейская как раз вещь. Собственно, немцы просто перехватили в свое время. Значит, и... Ну, в общем-то, праздник очень такой интересный, радостный. Обычно детям, дети очень любят всегда этот праздник. Тоже подарки всякие там и прочее. Волчок такой крутится такой. Ну, чтобы было понятно. Но сама суть Хануки, и почему именно на Хануку, в Новом Завете Иисус именно на Хануку открыл именно вот величайшее такое откровение о себе самом в 30-м стихе знаменитые Иоанна 10.30 «Я и Отец одно». Понимаете, если мы, как бы, поймем, почему именно на Хануку, мы поймем, как бы, очень многое тогда. Вот, что Иисус дал откровение, что Он и Отец одно. Ну, удивительно. История Хануки лет за 200, еще до Иисуса, была война. Очень страшная война в Израиле. Израиль был под оккупацией. Израиль был под оккупацией, ну, скажу так, это было еще до римлян. Это греко-сирийские оккупационные войска, может так выразиться. Греческие. Эпоха эленизма. Эленинские войска. И был такой тиран, душегуб, такой, знаете ли, тогдашний Гитлер, можно выразиться так, Антиох Епифан. И он был очень такой, как сказать, ну, именно тираном, да. Да и считал себя Богом. То есть, представьте, ну, Ян не страдал, как бы, скромностью. От скромности не умер. Он при жизни себе приказывал делать статуи, и им поклонялись, значит, и божеские почести воздавать себе повелевал. То есть, он довольно такой был, ну, маниакальный, значит, ну, как бы, это находка для психиатров, в общем-то. Значит, ну, и для историков очень интересная такая судьба. Но он был очень таким еще, ну, воплощением многих маний, знаете ли, многих страстей, воплощением просто-напросто и кровожадности, и блуда, и прочее, и религиозности такой, и долопоклонства. Но он очень угнетал Израиль. Евреев он ненавидел. Он был, к тому же, ярым таким антисемитом. И он решил, ну, у него хватило ума не мытьем, как говорится, но катанием Израиль достать. Не, просто грубой силой. У него была программа, знаете, похожую программу использовал Гитлер в 30-е годы, в конце 30-х, в Третьем Рейхе. Он говорил, стариков оставьте себе, дайте мне молодежь, и вы увидите завтра новую Германию. Вот примерно вот нечто подобное антиохи Епифан воплощал в Израиле. Он говорит, стариков, евреев этих старых, оставьте в покое, пусть они там у себя живут, как хотят, но отдайте мне всю еврейскую молодежь. Мы их перевоспитаем, мы их эллинизируем, и завтра вы увидите новую уже совершенно страну, новую землю, и от еврейской религии ничего еще не останется. Перевоспитание молодежи на эллинский манер дошло до того, что фактически из молодежи мало кто знал даже свой еврейский язык, полностью шла, как, знаете, как вот такая, ну, переучивали на греческом все. Вот, выдавали все эллинское, греческое, как самое передовое, как самое великое, все еврейское, как архаичное, старое, отжившее свое. но самое интересное, что пробуждение в Израиле тогда началось среди молодежи как раз, именно среди молодежи, это удивительно. В правооставной традиции тоже вспоминаются эти же персонажи, маковеи, вот я даже спас маковеи в праздник, да, маковеи, я спрашивал у некоторых женщин, что за маковеи, ну, это маквеи, некоторые говорят, праздник наркоманов, по-разному люди, но на самом деле никакого к маквеи отношения не имеет, праздник вообще, и эти персонажи никакого отношения к маквеи не имеют, вот, значит, это не маковеи, а не от слова мак, а от слова макаби, еврейское слово макаби, макаби, есть песни такие, очень интересные, в интернете можно посмотреть, запись есть, очень интересная, ханукальные песни эти, и макаби, макаби, это, значит, молот, кувалда, кувалда, и, ну, они были на самом деле, там, иуды макаби, там, другие макаби, это были те, даже вот в Израиле проводятся макабиады, это нечто подобное на Олимпиаду, только еврейский, манер, шахматы и прочее, не, не только, конечно, вот, ну, как бы еврейская Олимпиада, будем говорить, макабиада, вот, и макаби, это были патриоты, такой еврейский правый сектор, они там, они там, короче, там, оружия никакого вообще, боролись с оккупантами, оружия никакого, они там брали те молот, кувалды всякие, они там, значит, против профессиональной армии, греко-римские, там, ой, греко-сирийские, там, значит, наемники, там, то есть, короче, там, там, значит, ну, одним словом, вояки были, профессиональные, до зубов вооруженные, против них простые селяне, простые, еврейские парни, у которых даже оружия не было. Там один меч можно на все подразделения. В основном брали молоты, из кузнец брали молоты, кувалды, но ими орудовали не хуже, чем шаолинь. Одним словом, земля под ногами оккупантов горела. И Маковея они освободили Иерусалим, освободили Израиля. Да, а почему восстание было среди молодежи? И началось такое потому что вот эти вот греки они осквернили, ну все фактически, ввели обязательно идолопоклонство везде. Они запретили Тору, запретили ну все, что связано было с религией евреев, иудаизмом. Они, оккупанты, даже храм осквернили. Убили священников там, значит, осквернили храм. В храме принесли свиное мясо специально, зная, что для евреев мерзости, для иудаизма, и свиной крови окропляли храм, значит, и святое. И, значит, и вот весь Иерусалим был осквернен. Поставили идола. В храме поставили идол Зевса, идол Антиоха и Епифана в храме поставили. Это было за 200 лет еще до Иисуса. Представьте, вот такое творилось. Шло все к тому, чтобы вообще полностью с Израилем покончить. Вообще как с иудаизмом, именно библейским иудаизмом. Вот. И вот среди, вот это восстание, начавшееся такое, это такая еврейская революция достоинства была в то время, в те времена, значит, потому что за несколько лет было чудо обновления всего Израиля вообще. Чудо спасения всего Израиля. И кульминацией было освобождение Иерусалимского, самого Иерусалима и Иерусалимского храма. Вот этих партизан, там, маковеев, это такое было, народное такое было, разношерстное очень такое собрание. И они пошли на приступ Иерусалима. Это было вообще военной авантюрой. Потому что на стенах Иерусалима было... Ой, дамы господа, время-то уже много. Так, 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 а обо многом еще хочется рассказывать. Ладно? Рассказывать. Рассказывать еще? Не, ну, чтобы... Я просто хочу до полвосьмого, знаете почему? Чтобы вы на автобус не опаздывали и чтобы успешно разъехались все по домам. Не волнуйтесь, даже то, что вы сейчас услышали, это уже... Вам есть повод подумать о многом. Но я хочу сказать следующее, что кульминацией было чудо со светильником, которое Бог совершил там. Минора, храмовая минора. Священники, то есть, в Маковее очистили храм весь. И начали было... Хотели бы начать служение возродить в храме. Вчера еще скверненном, ныне восстановленном храме. Обновленном храме. Но храм был вычищен, выметен. Но служение нельзя было начинать, потому что не было горящего светильника. Масла не было. Кошерного, чистого масла не было. Нашли лишь один сосуд. Но его максимально хватило бы на сутки, на день горения. Но для того, чтобы подготовить новое масло, достойное для этого светильника, надо было неделю ждать, не меньше. Ну, 7 дней ритуального очищения и день минимум приготовления. То есть, 8 дней получается. Но, самое интересное, Маковеи не стали ждать неделю целую. Они поняли, что храм вычищенный, выметенный, но не служащий Богу, это еще более ужасное зрелище, чем даже он наскверненном был. И они залили масло. И знаете ли, как вот, похоже на авось, небось как бы, но это не было просто авось. Потому что они рискнули с Богом. Они доверяли Богу. И Бог сверхъестественно масло каким-то образом умножал. Оно не прекращалось. 8 дней подряд. Поэтому на хануку, минора, зажигается необычная форма. 9-свешная. Не обычная 7-свешная, а 9-свешная. Хануки называется. И это память об этом чуде. Но, дамы и господа, что произошло? После Иисуса Христа 40 лет подряд была анти-ханука. Было все наоборот. Масла было достаточно. Более чем достаточно. Фитили все проверяло в священство. Все должно было гореть. Но минора гасла 40 лет подряд. И ничего же эти священники не могли с этим поделать. Дамы и господа, это знак был для них. Да, в Деянии говорится, что многие священников покорились вере. И слава тебе, Господи, что они покорились. Но основная часть, к сожалению, религиозной, мафиозной, коррумпированной структуры, она такая осталась. При своих мнениях. Очень страшно. Не дай Божию нам держаться за свою веру. Не дай Божию. Нам нужна вера Божья. Аминь. Не дай Божию нам держаться за свои какие-то представления. Те священники, что покорились вере Божьей. Слава Богу. Но основная часть, к сожалению, осталась при своих мнениях. И вот в 70-м году нашей эры храм был разрушен. Даже тот император, который, будущий император Тит, который руководил этой компанией, он дал распоряжение в римском войске не трогать храм. Но Иисус сказал, храм будет разрушен. И так и произошло. Вспыхнул пожар. Случайно. И его величество случай. Билли Грэм, по-моему, говорил, что его величество случай, это псевдоним его величества Господа Бога. Когда Бог прямо не ставит свое имя под документом, он пишет его величество случай. И вот его величество случай. Факел упал на кровлю храма. Вспыхнул пожар. Божьего римляне, рискуя жизнью легионеры, в полусражение еще, бросились было тушить пожар. Куда там? Как бы из-под поддувала. Раздулся огромный пожар. Такая была температура горения, что золото, тонны золота, серебра, меди плавились и стекали ручами. Римляне смогли лишь только из плавения буквально вытащить там семисвешник, там что-то еще из посуды этой храмовой. Но все основное сгорело и плавилось. Когда битва стихла, римляне взялись в заломики и исполнили, сами этого не понимали даже, слова Иисуса Христа. полностью, камни на камне не оставили, чтобы достать все это золото, серебро, медь, эту всю застывшую там. То есть, слова Иисуса исполнились теми людьми, которые Библию не читали и насмехались над религией евреев. Мне лично это говорить о христианину, что слова Господни исполняются по-любому. Верят на людей или не верят, принимают или не принимают, становятся в позу какую-то или покоряются, неважно. Божье слово исполнится по-любому. Аминь. И вот, дамы и господа, сегодня время третьего храма. Третий храм самый великолепный. Третий храм самый великий. Из живых камней Бог берет из грязи и в князи. Бог берет камни многим отцам. Сейчас просто нет времени уже рассказывать, но были откровения многим еще в древности отцам, что Бог берет из разных мест эти камни, очищает их все. И в эту стройку тысячелетий, уже два тысячелетия, и уже стройка по всей вероятности близка уже к финишу. Уже здание стоит, уже там отделочная работа, уже там облицовочные камешки. Говорят, ну сейчас не тот народ. Значит, как бы вот там были христиане постельнее, там все прочее, но камни всякие нужны. И облицовочные камни, тоже нужны кирпичики. Вот. И все-все нужно в стройке тысячелетий. Да, какие-то самые крепкие камешки там в основаниях лежат. Да, было дело. Но сейчас стройка завершается. Уже там ангелы машут, там Вира, Майяны, все уже, время уже поджимает, стройки поджимают, потому что скоро будет торжественное освящение храма. Господь в Своем храме восторжествует. Господь грядет, и это будет великое обновление храма Божьего. Слава Иисусу Христу. А то, что если построить там в Иерусалиме, это будет лишь, ну как бы, как пародий на храм. Это уже не храм. Потому что Агнец Божий, реальный Агнец Божий, он принес свою кровь. И со своей кровью он вошел не просто в храм, как первосвященник, он вошел в самое небо. В самое небо. Потому что земной храм, он был построен по образу небесного. По образу небесного был построен. Он лишь был отображением. Как вот, знаете ли, разница между, вот, играть девочкам, да, в дочке матери, или настоящую ляльку уже воспитывать, да. Это разница совсем другая уже. Знаете, ту куклу можно забросить и все. А это уже не рассосется. Надо что-то с этим делать. И вот то же самое здесь. Вот времена храмов, первого, второго храма, это были лишь как репетиции. Игра. Игра человечества. Еще было детство человечества. Но уже два тысячелетия назад наступило настоящее, зрелое. Уже рода совершились. Настоящее наступило. Иисус в самое небо зашел. И Он однажды и навсегда приобрел нам искупление вечное. Аминь. И еще, дамы и господа, у Матфея 16, 18 в переводе в Синодальном говорится Матфея 16, 18 говорится «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Хороший перевод, но не совсем достойный. Буквальный сгнеческий перевод, конец этой фразы «И врата ада не устоят перед ней». Буквальный перевод. Перепроверял. Оригинальный текст так говорит. И есть переводы, английские переводы, которые так и говорят буквально. «Врата ада не устоят перед ней». То есть Господь создал церковь свою не для оборонительных, окопных сражений, не для того, чтобы не дожил, быть бы живу, как-нибудь там, знаете ли, переживем, перезимуем. Нет. Он дал для церкви иную стратегию наступательной войны. И каждый упокаившийся грешник, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный бесов человек, это как будто бы еще одна пасть земли, отвоеванную царство тьмы, перешедшая в царство света, в храм Божий, живой камень. И в этом, в каждом, кстати, камни можно еще сравнить с клеточками организма. Вот мы многоклеточные, да, и в каждой клеточке информация обо мне. Если возьмешь любую клеточку мою, там информация, она расскажет обо мне именно, для ученых. И в каждой клеточке вселенского организма, тела Христа, рассказ об Иисусе Христе. Аминь. В каждой клеточке Иисус Христос, его домика. Слава Иисусу Христу. Пусть Господь Бог благостает всех нас, дорогие друзья. За два тысячелетия, кстати, вчера, вчера было 10 у нас число, 10 ноября, мы отмечали день рождения Мартина Лютера, немецкого реформатора, который чуть раньше еще там было празднование Дня Великой Реформации, 31 октября 1517 года Великая Октябрьская Христианская Реформация 17 года грянула. В 1517 году, в октябре 1517, Мартин Лютер прибил свои тезисы к дверям Витамбергского собора всех святых. И с этого дня началась Великая Реформация, эпоха, новая эпоха началась. И Сперджин, по-моему, Чарльз Сперджин говорил, что стук молотка этого монаха пробудил всю Европу. И до того, до 31 октября 1517, была эпоха Великой деформации мирового христианства, деградации, но наступила эпоха Великой Реформации мирового христианства. И вот уже 5 столетий, без малого, осталось 2 года, и мы, даст Бог отметим, с вами 500 лет из-за начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. И мы отметим, ну, в Киеве, по крайней мере, наша церковь отметит, в планах отметить собором, очередным собором нашей церкви реформаторской, православной церкви Христа Спасителя, именно посвященном Дню Великой Реформации. Но как бы то ни было, еще древние отцы, еще в 3 столетии, Киприан, архиепископ Карфагенский, в то время, когда еще наших с вами братьев, там, на ренах Колизея, там, кальвам бросали на потеху публики, в Карфагене, он был архиепископом и был лидером всей Северной Африки, так или иначе, да и один из лидеров вообще христианства тогдашнего древнего, через 200 лет после Иисуса. Так вот, и Киприан Карфагенский, один из его известнейших самых тезисов, звучит так, экклезия семпа реформанда, церковь непрестанно реформируется. Церковь непрестанно реформируется, а если не реформируется, то деформируется. Два пути, или дом молитвы, или вертеп разбойников, или деформация, или реформация. Господа, диалектика, все течет, все изменяется, нет однажды навсегда замерзшего, кроме небесных духовных сфер, здесь, в этом тварном мире, земном, в нашем измерении, все течет, все меняется, и церковь должна идти путем реформации, обновления непрестанного с Богом. Слава Иисусу! Аллилуйя! Отец, и я благодарю Тебя за этот вечер, благодарю Тебя за моих братьев-сестер, благодарю Тебя за Никополь, Боже всемогущий из истории, Боже и библейской, и постбиблейской, мы услышали сегодня примеры из Талмуда даже, и других источников. Боже, помоги нам, Господь, даже узнав эти вещи все из истории, Боже, быть внимательными, Господь, к Духу Твоему Святому, быть внимательными к Слову Твоему. Боже, пусть, Господь, не наша вера нами будет горделиво отстаиваться, но Твоя божеская вера, святая вера, апостольская, Христова вера будет в нас. Боже, всемогущий, пусть минора нашего сердца будет всегда полна Твоего елея, и горит огонь, Господь Твоей любви. Боже, пусть не тухнут светильники наши, Господь, пусть будет елея, достаточно масла, Боже, потому что Ты грядешь, Господь, и не дай Боже нам быть в числе тех неразумных, что не взяли с собой елея. Боже, пусть ханукальное обновление будет непрестанно в наших судьбах. Боже, всемогущий, даже если храмы некоторые какие-то клеточки, некоторые какие-то органы в теле Христа уже давно не обновлялись и отмирают, и засыхают. Боже, всемогущий, Ты пошли в свой Дух Святой, в свой елей, в свою жизнь, потому что Ты есть в воскресении и жизнь наша. Благослови народ Своим миром, Своим шаломом во имя Иисуса Христа, Боже, и никто не может положить другого основания, кроме положенного Тобою, который Сам Иисус Христос, наш Господь и Спаситель. Боже, благослови Господь, пусть здесь, в Никополе, Боже, пусть по всему району, пусть по этому огромному региону, Боже, и по всей Украине, и по всему лицу земли славится имя Иисуса Христа. Пусть предавением Иисуса всякое колено преклонится небесных, земных и преисподних. Боже всемогущий, благослови нас, Боже, и я благоставляю моих братьев и сестер, твоих детей, Боже, благоставляю твоим отцовским небесным благословением, что ты дал Моисею и Аарону, и священству, чтобы таким образом благоставляли сынов Израиля. И ты говоришь, и я благоставлю их. И пусть Господь будет благословением на нас, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Я в Рехе Хадонай в Ишмареха Я Хадонои Панав אלиха В Ишмареха В Ишмареха во имя Иисуса Христа Мессии. Амэн. Блоковрам Иисак Израиля, Отец наш, сущий на небесах, благослови народ своим миром, просвети виноградник, насажденный Твоей рукой, как великий виноградарь, как хозяин виноградника. Благослови нас, Боже, и пусть Господь приносит плод народ Твой, Господь, Боже, обрезанный обрезанием Твоим, Господь, Боже, пусть приносит плод народ Твой на лозе, находящийся, питающийся соком корня и все это лозы. Боже, святой, благослови народ Свой, Боже, пусть не будет ни плодства, ни плодия народе Твоем, благослови Господь Боже, во имя Иисуса Христа, и Боже, пусть Господь спасение будет, Господь, и гордость Ему, спасение Господа Божия этой земле, исцеление, во имя Иисуса Христа. Аминь. Потому что Господь не только обещает нам прощение и освобождение, спасение, но и земле нашей. Он благоставляет нас. И, дорогие друзья, у нас время уже тысячи три минуты, но знаете, с чем хочу отпустить? Благословить вас еще снова и снова, паки-паки, как говорится, да? И если нужна отдельная молитва и вы не так сильно спешите, можете подойти вот к нам с пастором. Мы помолимся вместе за вас. И все это пишу на видео. Спасибо Максиму Максимову. Меня учил, я таки научился однажды. Значит, брать с собой камеру все время, записывать все. Все будет на Ютубе. Можете на Ютубе подписаться, брать, найти мой канал легко, архиепископ Сергей Журавлев, там, в сетях социальных, там, контакты, фейсбук, одноклассники, майору, всякие, 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 найдите там меня, я почему так говорю еще, потому что если вопросы какие-то возникли, то вы не стесняйтесь, пишите там. Я стараюсь, ну, не то чтобы прям всем так подробно отвечаю, но по крайней мере ссылочки даю какие-то, там, где, как найти информацию. А на Ютубе это все для того, чтобы можно было тем, кто не смог быть сегодня здесь, просмотреть все внимательно. А тем, кто уже был, ну, повторением отмечения. Аминь. Потому что много было сказано, как бы, и дай Боже нам уразуметь это все. И, знаете ли, молясь о церкви, я вот это великое откровение, чем хочу завершить-то, великое откровение, опять-таки, 3.16, 1 Коринфянам, что разве не знаете, да, мы знаем, что мы храм Божий, и Дух Божий живет в нас. И когда Иисус родился в Ифлием Меудейском, то исполнились пророчества, и одно из пророчеств говорит нам Эммануэль, Эммануил. И переводят обычно, и синодальные переводчики тоже перевели так, с нами Бог. Есть даже песни такие, с нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь. Есть много очень хороших из Великого Повечеря. Есть очень много хороших песнопений и интересных красивых. дамы и господа, и даже на пляжках фашистских ремней там написано с нами Бог, но не дай Бог. Знаете, здесь хай бог мылое. Многие говорят, что с ними Бог. Это как один проповедник говорил, если с нами Бог, то кто же с ними? Если Бог за нас, то кто же за них вообще? Непонятно. Но как разобраться вообще в этом вопросе? Оказывается, ответ в самом слове Эману Эль, Эману Эль. Эману есть разные переводы этого слова еврейского и можно перевести один из вариантов самых нижних вариантов это с нами. Но самые первые варианты перевода буквальные, знаете как? В нас. В нас Бог. Есть слово еврейское похожее на Эману, Этану. Этану, оно даже порой произносится похоже на Эману, но Этану это буквально с нами, рядом, близко, да. С нами Бог можно сказать Этану Эль. Этану Эль. Но в нас Эману Эль. И в этом есть таинство. Бог хочет жить в нас. Бог хочет жить в своем храме. И хочет не просто рядом быть с нами, не просто близко быть с нами, а Он хочет жить в нас, верующих. Христос в нас это величайшее таинство всех времен и народов. Когда Бог поселяется в сердце человеческом и живет в нас, это таинство нового завета. А когда Бог с нами, это еще ветхий завет. А когда Бог в нас, это уже новый завет. пророк Божий Иремия мне очень нравится в оригинальном звучании он Иремияу. Это мяу в конце, так нравится? Иремияу. Значит, Иремияу, он ну у нас просто Иремия, похоже на Иремияу. Ну ладно, ну так Иремияу. Значит, в 31 разделе, 31 глава, 31 стих, легко запомнить тоже, 31-31 Иремияу. Он говорил, что вот наступают дни, говорит, я заключу с домом Израиля, с домом Иуда, новый завет, новый договор буквально, Брит Хадаша, новый договор. И этот договор тогда, во времена Иремияу, это было лишь еще будущее. Он говорит, вот я заключу, однажды заключу. Но однажды Бог заключил с момента Рождества, когда ангелы пели Слава Вовышний Богу, Слава Вовышний Богу, и мы всем на земле. Ангелы пели в те времена, когда еще Иисус был лялькой маленьким, только лишь этот договор начал составляться. Но уже даже сама эта шапка, само вступление было потрясающим. И вот на протяжении жизни Христа на земле составлялся этот великий договор. Но как вот и если вы у нотариуса или у юриста, какого-то, допустим, будете у политика в приемной, вам нужен договор, какой-то, допустим, документ, в конце печать. И вот печать этого договора стала кровь самого Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Там пред страданиями своими голгофскими Иисус в тайной вечере это было, мы называем, он взял на этом ужине после уже ужина, после этой вечери, когда уже все съели, выпили, все уже на столе оставалась последняя чаша из всех, если это был пасхальный, это скорее всего был пасхальный, как раз именно ужин, седр, то 5 чаш наливалось, 4 выпивалось и пятая чаша она так и оставалась на столе нетронутой. В традиционном юдаизме до сих пор пятая чаша на пасхальном столе она остается нетронутой и гости расходятся и они смотрят на прощание. Последняя это чаша и последний кусочек хлеба, афикаман, кстати греческое слово почему-то не еврейское, ну, кто его знает. Равины сами потом порой говорят, почему греческое, почему не еврейское, а я знаю почему, потому что новый завет написан на греческом языке. Ну, вот так вот пророчески оказалось все. Афикаман переводится это не вам, это афикаман это знаете ли, это тот, кто придет, тот, кто пришел, тот, кто должен прийти, буквально так и есть Иисус тот, кто был, есть и будет, да, вообще это потрясающе вообще-то, то есть это указание на Иисуса и после вечера, после ужина пасхального на столе оставалась последняя чаша, которую никто не пил никогда до Иисуса вообще, ну, ритуально, за столом, на застолье, потом уже, конечно, после, когда гости все расходились, то, конечно, все это доедалось, запивалось, а так в Сейдере, в самой церемонии это не пилось никогда, тосты поднимались на пасхальном столе, за пасхальным столом, значит, был там барашек, надо было его уговорить за ужином полностью съесть, знать или, значит, и, ну, там было как минимум 13 голодных мужчин, они уговорили там барашка за ужином, горькие травы, хлеб, значит, вино, и поднимались тосты, это по книге Исход, 6 глава, 6 стих и дальше, первый тост, ну, за то, что мы вышли из Египта, слава богу, да, второй тост, что Египет вышел из нас, как бы, да, и не знаю, что сложнее было, в общем-то, третий тост, вспоминается, он мой самый любимый, не считая причастия, то, что вспоминаются чудеса знамения, там и казни египетские, и вообще, что бог мышц ее простертый, судами великими, спас нас, вот, и спасает сейчас, из духовного Египта выводит души, потом четвертая чаша, это уже богу усыновление, что бог не просто вывел из Египта, а он привел к горе, и указал нам, что оказывается, настоящая свобода быть рабом бога, оказывается, настоящая свобода быть подданным великого царя царей, это не просто гуляй поле, вышел из Египта, и живи, и живи где хочешь, нет, это, оказывается, надо было выйти из под власти фараона, и стать под власть бога, в этом настоящая свобода, оказывается, верующего, И это четвотая чаша, это четвотый тост. А пятый тост, пятая чаша, она наливалась всегда, начиная с Моисеевых времен, она наливалась всегда в Израиле. И сейчас наливается в традиционных археосальных семьях, но она не пьется никогда. Во времена храма первого, второго считали, что эту чашу должен сам Машех поднять. Это чаша Мессии и Мессианского царства. И он должен объявить начало своего Мессианского царства. В современном талмудническом иудаизме считается это чашем Ильяху, Ильи пророка. И говорятся обычно такие истории, раввины говорят обычно, что придет однажды Илья в одну из этих семей и поднимет чашу в пятую и царство, ну не свое, а Машеха провозносит начало царства Мессии. Но, дамы и господа, после вечера Иисус взял чашу в свои руки, когда уже все съели, уже одни косточки от этого животного остались, уже весь хлеб съели, все горькие травы съели, все съели уже. Что, пора по домам? Нет. Он взял чашу и сделал то, что до него никто не делал никогда в жизни. Он взял чашу и сказал, сиясь чаша, новый завет в моей крови, который проливается за вас. То есть, самим поступком он открыл уже все карты, что он Маше, он Христос. И наступило время Мессианского царства, наступило время нового завета, новый завет в моей крови. Еще до фактического излияния крови на Голгофском кресте, юридически уже вечер была поставлена до Юра. Де-факто она вот уже вскоре после этого пролилась кровь, это на самом деле, агнца Божьего. И, дамы и господа, и последний афикаман, тот, кто придет, пришел, опять-таки, последний кусочек хлеба, Иисус взял после вечера и он преломил и сказал, ешьте, не оставляйте это на столе, потому что это есть тело, это мое, мое тело, ломимое за вас. И Иисус сказал, что кто не будет пить его, есть его, тот не будет иметь части с ним. И причастие наше, это не просто таинство ритуальное, это тоже важный очень, думаю, момент такой, хлеб, вино, причастие совершать. Но самое основное, это ежедневное кушание нашего Господа, пребывание в нем, плоть от плоти его, кровь от крови его, это таинство церкви. И пусть в наших судьбах будет всегда Эммануэль, не просто Этануэль, а будет Эммануэль. Потому что, когда рядом с нами Бог, когда Бог с нами, то, простите, люди могут делать всякие гадости порой, прикрываясь Богом. Но если Бог в нас, то это другое христианство совсем, это совсем другое христианство. Это как по плоти и по духу, это разное христианство абсолютное. Когда Христос в нас, это христианство духовное. Когда Христос рядом с нами, когда Бог рядом с нами, то это плотское христианство. Да, друзья, пусть Господь благословит нас. Тысячу лет назад, когда князь Владимир, можно упомянуть, сегодня принял христианство, Лесков, великий русский писатель, написал интересно о нем, что он принял христианство, но не принял Христа. Вот величайшая трагедия. Не только князя Владимира, а вообще, значит, вот именно людей. Сегодня у нас и в Украине, и в других странах многих, люди называют себя христианами порой. Очень многие, миллионы и миллионы людей называются христианами. Но знаете ли, ну реально не христиан. Потому что христианами настоящими, по-настоящему, не по-нарожку, по-правдушному, те, кто Христос в нас, Бог в нас, Эммануэль, Таинство. И пусть Господь Бог благословит нас. Субтитры создавал DimaTorzok